Так, ну что, ребят, всем привет! Я думаю, многие из вас уже видели данную новость, что вот неделя назад она вышла. BlackRock у нас, соответственно, запускает приватный траст, чтобы дать клиентам использовать и торговать на споте, закупать биткоин, да. И, как вы видите, у нас BlackRock запустили данную инициативу, и, соответственно, у нас по-прежнему более на 60% ниже от отметки в 69 тысяч долларов. И, соответственно, если посмотреть, давайте глянем. Биткоин у нас, биткоин, а, биткоинов. Вот, по поводу, соответственно, так же происходит у нас на ETF, на биткоины и многие другие процессы. Короче, потом у нас BlackRock запустила вот биткоин траст для институциональных инвесторов внезапно, да, на вот этом пике рынка. Давайте глянем 11 августа. Что же у нас тут было 11 августа? Давайте глянем. 11 августа, ну, как раз вот это был памп, и мы достигли практически максимальных отметок. Вот здесь в 24,800 практически, вот, 24,793. Вы думаете, случайно, да, на локальных хаях выпустили эту новость позитивную? Ну, BlackRock – это у нас вообще международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, основана еще в 88-м году. Основные у них листинги, это, получается, в том числе инвестируют они там в S&P 500 и так далее. Число сотрудников 16 тысяч, но это по инфе 2020 года. Капитализация всего 183 миллиарда, активы на 188, ой, 176 миллиардов долларов. Чистая прибыль у них 5 миллиардов долларов за 2020 год. Оборот 16 миллиардов, собственный капитал 35 миллиардов. Я не знаю, где взяли инфу про 3 триллиона, но, опять же, имейте в виду, если здесь, посмотрите, размер активов под управлением 1,8 триллионов, ну, вот это уже что-то более близкое. По поводу компаний, куда они инвестируют, вот такие вот компании они инвестируют, оборот, чистая прибыль, то есть вся статистика есть, какие акционеры и, соответственно, кто вкладывается в тот же BlackRock. Ну, и, соответственно, также у них 22 инвестиционных центра, 70 офисов, офисов в 30 странах и клиентов в 100 странах. Поэтому многие говорят, что вот, соответственно, у BlackRock там размер активов под управлением уже 10 триллионов, получается, а, 10 триллионов, да, на 16 января 22 года. Так, ребят, это у них, они уже вложены, в том числе в акции, в недвижимость, либо еще в что-то, понимаете, это же не значит, что они 10 триллионов, хопа, и в крипту сразу вальют. Это не значит, что у них в кэше, это не значит, что они в кэше, понимаете, а многие что-то думают, сука, что у них, соответственно, размер активов под управлением, так это уже инвестированные куда-то бабки. Да, у них что-то есть в кэше, но это не значит, что в кэше у них 10 триллионов, у них может быть в кэше даже 1 триллион, но вы скажете, даже если 1 триллион, это уже существенно, если они в крипту войдут. Ну, чтобы набрать позицию к рыбному капиталу, это нужно длительное время И вы думаете специально вот здесь на локальных хаях Я бы не удивился, если бы это еще 15 числа выпустили Потому что, ну, здесь выпустили 11 августа, подогревали, чтобы хамячье залетало И вот здесь как раз такие их побрели, понимаете, вот и все Поэтому все это с планированной акции И я вам хочу еще интересные новости показать Смотрите, BlackRock запускает спотовый инвестиционный фонд 12 числа выходит эта новость, получается Тоже совпадение, да, вот здесь этот рост продолжается и выходит эта новость Потом дальше, соответственно, что у нас там идет Вот, BlackRock у нас выходит на крипторинок с частым доверием биткоина Financial Times, какой-то тоже зарубежный журнал у нас выпустил данную новость Потом, соответственно, 11 августа тоже биткоин-караз для институциональных инвесторов Bloomberg у нас тоже публикует и раздувает эту тему Потом, соответственно, глава BlackRock LifeInc заявил об интересе компании криптовалютам Это еще в апреле новость вышла, 14 апреля Давайте глянем, что это у нас было Мне еще интересно, 14 апреля 14 апреля, 14 апреля, это у нас было где-то вот здесь вот, да Вот здесь у нас было 14 апреля, но никак рынок не отреагивал Но все равно здесь, как мы видим, были тоже такие локальный подъем Вот, когда все думали, что будет разворот, а потом хопа и обвалили цену вниз Дальше, смотрим интересно 21-й год, 1 апреля, BlackRock с активами на 8,7 триллионов долларов инвестировала в биткоин-фьючексы Вот, совпадение, да, 1 апреля Давайте глянем, что ж это у нас было, 1 апреля 1 апреля, и когда же это было? Это было на хаях тоже вот здесь вот Совпадение, да, ребята, совпадение То же самое, не проплаченная реклама, да, вот этой инвестиции BlackRock То же самое, да, не загнать хомяков Вот здесь, 1 апреля, приближаю вам Если кто мне вдруг не верит Вот, соответственно, 1 апреля были мы на отметке уже в 60 тысяч долларов Вот здесь вот на хаях Не вот здесь, а вот здесь Вот, дальше Лайфинг клиентов в BlackRock не интересует инвестиции криптолюта Это он говорил еще 16 июля 2018 года 16 июля, давайте глянем 2018 год 2018 год, 16 июля Вот здесь вот, соответственно, это у нас было Сейчас я покажу Вот, вот здесь вот это было То есть вот здесь так тонул рост И сказали, не интересует инвестиции Здесь, видимо, люди подумали, блин, растет, наверное, все-таки интересует И начали закупаться, ну и потом их, соответственно, побыли Но, опять же таки, даже если вы здесь закупали на этом росте По 10 тысяч долларов биткоин, не самые херовые отметки Вот, вот такая вот была новость А потом внезапно в 21 году они ворвались, понимаете Сео сказал у нас, что я не верю, что кто-либо из клиентов заинтересован в криптовалютах Я не слышал ни от кого из них, мне нужно там быть Ну, естественно, и многие люди подхватили такие Да, ну да, медвежка, нахер нужна эта криптовалюта скам А здесь она еще и упала И все думают, оооо, все, понятно, скам, этот биткоин, нахер надо эту крипту И, соответственно, когда они начали говорить про инвестиции Вот здесь вот по 60 тысяч долларов, да А когда он стоил по 9, когда был набран вот здесь основной объем китами Они почему-то об этом не заикали Совпадение, да, ребят? И сказал, что никому нахер крипта не нужна А потом выходит в 21 году и в 22 и говорит, что BlackRock инвестирует Чуть ли не 10 миллионов долларов за пули сейчас Потом BlackRock говорит, в 20 уже году, в ноябре, 20 ноября Давайте глянем, соответственно, посмотрим, что же у нас здесь произошло 20 ноября, вот здесь, когда пошел рост, совпадение, да, вот чисто совпало, да Ага, вот здесь вот, соответственно, биткоин стоит уже 20 тысяч долларов Уже как раз мы приближаемся, даже там 19, считай, вот здесь 20 ноября 2020 года Биткоин способен заменить золото, они говорят Я думаю, криптовалюта никуда не денется, подчеркнул Аидер в разговоре Он отметил, что биткоин представляет собой надежный механизм Который намного функциональнее слитка биткоина И BlackRock, одна из крупнейших компаний, размеры активов превышает 7 триллионов В конце 2018 года заявил, что его компания воздержится от запуска криптовалютных ETF Из-за недостаточной зрелости индустрии, да, понимаете Биткоин уже 10 лет тогда существовал, не зрелый вообще ни разу Напомню, а потом, когда рост уже пошел, они почему-то решили, что зрелый Да, уже достаточно зрелый Прошло 2 года, уже 20 тысяч долларов почти стоит Тогда созрел, да, тогда надо заходить Ну, совпадение, да Вот, потом, в 21 году, 20 января, 21 года Да давайте глянем, давайте же глянем, что же у нас было 20 января, 25 года Что же у нас здесь было Давайте глянем, какой у нас был здесь ценник Был у нас ценник, вот здесь было это на коррекции Соответственно, давайте посмотрим Вот здесь был уже, ну, около 35-37 тысяч долларов BlackRock выйдет с 7,8 триллионов, выйдет на рынок биткоин фьючерсов Как вы думаете, а зачем эту новость выпустили? Чтоб на коррекции люди на панике не скидывали Думают, ну блин, BlackRock заходит на биткоин фьючерсы Да, рост продолжился И даже если бы вы залетели вот здесь на хаях Вы скажете, можно было заработать почти 2х там и так далее Но загоняли-то на хаях А они-то покупали, я уверен, вот здесь-то еще по 10 тысяч долларов А то и по 3 тысячи, понимаете? А потом вышли в 20-21 году на хаях по 60 тысяч, там по 20 тысяч Сказали, оказывается надежная криптовалюта биткоин Да, а до этого не была Потом выходит еще Ну, опять же-таки, тут я не виню Interactive Brokers ни в чем Тут они, получается, запустили еще до этого, получается, у нас криптовалюты И можно трейдить биткоин, биткоин кэш, эфириум и лайткоин Вот, и можно, ну это у нас платформа, на которой это брокер у нас Который предоставляет услуги, чтобы можно было покупать акции на фондовом рынке Поэтому добавили они, добавили оно в свои мобильные приложения Там iOS, Android, как мы видим, тот же биток Поэтому это тоже очень положительно скажется на нем в будущем Потом, соответственно, также они запустили биткоин фьючерсы Которые у нас, как мы видим, на бирже CME были еще запущены в декабре 2017 года 18 декабря, совпадение, да, CME биржа запустила Давайте глянем 18 декабря 2017 года, что же у нас здесь было, давайте глянем 18 декабря, и что же у нас здесь было, ребята, угадайте Это были хаи, да, на следующий день после хаев по 19 тысяч долларов Вот здесь вот, чтобы люди в панике не скидывали Киты еще поразгрузились, да, для этого Вот здесь вот они выпустили 18 декабря Выпустили фьючерсы на биткоин в лонг Я напоминаю, в лонг, если кто вдруг не в курсе Поэтому имейте это в виду Поэтому, ну а сейчас у нас, соответственно, интерактив брокерс На текущих значениях выпускают, ну, опять же таки, на донных Опять же таки, это, ну, уже является положительным сигналом Что, как бы, в дальнейшем биткоин могут зайти более крупные дядьки И они будут больше доверять, потому что они понимают Что раз добавляют такие крупные платформы, как интерактив брокерс Одна из самых популярных в СНГ, в том числе и за рубежом То почему бы нет, почему бы не проинвестировать в тот же биток И, соответственно, так же вот они добавили разрешение Трейдить той же криптовалюты И вот этот ролик на канале официальном Выпущена была, это еще новость у нас 24 сентября Ну, давайте глянем, 24 сентября 2021 года, когда это у нас было Ну, практически хаи, конечно, но Имейте в виду, давайте глянем, вот у нас 24 сентября Нет, тут еще были донные значения относительно Ну, вот здесь где-то это было У нас 40 тысяч долларов Ну, относительно донные, опять же таки Я не говорю, конечно, что прям лютое дно Сейчас, конечно, в два раза дешевле биток стоит Но имейте в виду, что тоже они Добавили возможность торговать криптовалюты Поэтому, я думаю, с этим все ясно Ну, и по поводу, соответственно, биточка Стоит ли сейчас закупать? Ребят, ну, как вы думаете? Если на хаях вышли такие новости Вероятнее всего, вот эту вот ликвидность О которой я рассказывал неадекватно Ее обязательно свозят А может быть даже свозят ниже 17500 Поэтому, я думаю, на те же 19, а то и 20 тысяч долларов У нас однозначно свозят Чтобы собрать стопы лонгистов на фьючах И на маржиналке, и на том же споте, кто трейдит Ну, и, соответственно, потом уже делать развороты Сделать какое-то разочарование Либо какой-то форс-мажора Тем более, в сентябре выйдет ФРС У нас скажут, что, соответственно, ребятки Мы там, может быть, повышаем ставку на столько-то Либо вообще не повышаем, ну и так далее Все от этого тоже отталкивается Плюс данные по инфляции в США у нас 26 августа выйдут Напоминаю, тоже это один из ключевых факторов Посмотрим Ну, и вот здесь, как мы видим, хомяков позагоняли Вышла у нас новость, как мы помним, 11-12 августа И после этого, как мы видим, биток пошел у нас Якова показал дальнейший рост Люди думают, о, зашибись Альты там плюс еще некоторые на пару иксов подскочили Думают, надо заходить Заходят, ну и, соответственно, потом их вот так вот побоют Вот как делают манипуляции киты Поэтому имейте это в виду, ребят Если BlackRock заходили и советовали заходить по 60 тысяч По 18 тысяч и так далее Ну, вы скажете, по 18 тысяч не самая херовая цена Да! Но почему-то вот здесь по 9 тысяч долларов И они говорили, что биткоин это ненадежно А спустя 2 года, когда мы поднялись уже к пиковым значениям К пиковым значениям, которые были вот здесь Они сказали, что, о, биткоин надежная тема И так далее Вы думаете, это случайно, да? Совпадение Угу, конечно Да, поэтому вот такие вот дела Всем удачи, всем пока И, кстати, новостные вот эти ленты В том числе и в СНГ выкупают тот же крупный капитал Если вы не знали Вот я вам делюсь секретом Ну, это ни для кого не секрет Но почему-то люди все равно реагируют на эти новости И ведут себя как ведомое стадо Ну, наверное, потому что 99% людей все равно Не хотят включать мозги Ну, у кого они есть Включать критическое мышление И думать не так, как все И выделяться Ну, естественно, проще же быть толпой И включить конформизм, да? Что, типа, я со стадом Я не буду выделяться Не трогайте меня, да? Поэтому, ну, такие дела Поэтому они и зарабатывают, как все То есть зарабатывают копейки Вот и все Поэтому хотите зарабатывать Как институционалы Те же самые Либо как грамотные инвесторы То, соответственно, можете Также присоединиться ко мне В закрытый клуб Я это тоже рекомендую Либо к кому-то другим блогерам Ну, кому как по душе Либо, соответственно, можете Бесплатно также смотреть мои ролики На канале тоже много полезной инфы Здесь веща И можете подписываться Также на канал Все, всем удачи И всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!